Идет завершающая неделя отчетов правительства о республике перед населением. Одна из рабочих групп встретилась сегодня с жителями поселка Хатасы. Иван Подойницын подробнее. По словам правительства республики, в 2016 году социально-экономическое развитие региона характеризуется небольшим, но устойчивым ростом. Также выступающие отметили, что все намеченные мероприятия в минувшем году реализовать не удалось. Несмотря на принимаемые меры, сохраняется серьезная дифференциация между доходами наиболее и наименее обеспеченных граждан республики уровнями заработных план по отраслам экономики и социальной сферы. На решение этих и других не менее важных задач будет концентрирована деятельность всех органов государственной власти в текущем году. Один из наиболее волнующих вопросов – это берегоукрепительные работы в водно-прилегающих населенных пунктах. Отмечено, что некоторые неотложные меры уже приняты. Например, по селу Хатасы в районе реки Лена утверждена техническая документация для прекращения разрушения берега во время паводка. Кроме этого, на пригородных отчетных слушаниях прозвучали дальнейшие направления работ в наступившем году. Снижение уровня бедности на основе усиления адресности и внедрения эффективных мер государственной поддержки. Активная политика занятости сельского населения. Стимулирование развития местного производства с реализацией проекта в формате проектного управления. Повышение эффективности сельхозтоваропроизводителей. Первым сентябрем 2017 года датируется плановое завершение первого этапа республиканской адресной программы переселения жильцов из аварийного фонда. В числе прочих планов также введение не менее 70 объектов социальной инфраструктуры на территории республики по линии инвестиционной республиканской программы. А для решения озвученных задач отмечено важным объединить усилия с местным самоуправлением. Иван Подойницин, Вадим Ганкевич, Макасаха, Якутск.